здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами посмотрим как создаются производители смотрите в этом магазине который мы с вами учимся настраивать мне очень нравится как это устроено вот сейчас открыт передо мной демо сайт который я сделал сейчас мы находимся на странице категории товаров у каждого товара здесь видите вот здесь есть такая иконка это логотип apple да это откусанное яблоко то есть смотрите когда мы будем создавать производители миниатюры иконочка будет выглядеть вот так вот если мы зайдем в товар то эта иконка находится вот здесь и при наведении на нее то есть сам телефон как бы картинка она работает все но если навести на логотип apple то всплывает под заголовок производитель apple и если мы кликнем на этот логотип нас перебросит на страницу нашего сайта на созданную страницу где мы подробно можем посмотреть о данном производителе согласитесь организованно очень интересно в этом магазине данная фишка здесь можно выставить контакты можно сделать рейтинг звездочками описание социальной кнопки давайте создадим первого производителя переходим на наш сайт заходим компоненты джума касса и находим здесь плитку производители кликаем сюда и нажимаем на кнопку создать все очень похоже да когда создавали категории продукты все здесь организовано очень доступно производители здесь имя производителя я пишу apple то есть у вас свои производители вы пишете здесь свое дальше ниже спускаемся у нас тут есть редактор здесь мы можем повесить описание данного производителя переходим на вторую вкладку информация прав о производителе логотип давайте выберем но типа то есть у вас уже должна быть готовая картинка логотипа я выбираю и с компьютера так я выбираю логотип данной компании открыть ну как обычно мы с вами загружаем картинку в редактор выбираем вставить дальше ссылка здесь можно указать любой адрес например можно указать адрес сайта данного производителя если таковой имеется эти поля не обязательно заполнять вот если есть поле email если это нужно то прописывайте здесь email производителя я здесь просто тестовый mail пишу и миниатюра эта маленькая иконочка 35 на 35 пикселей который выводится вот здесь вот да можно загрузить ту же самую иконку она должна автоматически уменьшится здесь еще остаются вкладки параметры публикации также можно прописать описание для поисковой оптимизации здесь да и основные параметры это параметры мы не трогаем потому что они индивидуальны для данного производителя только если это требуется мы здесь делаем какие-то настройки а так в глобальных настройках мы это дело поднастроен для всех производителей и так мы первые производители создали нажимаем сохранить и закрыть вот так вот выглядит список производителей он здесь будет тянуться вниз когда вы создадите их несколько здесь все видно сразу контакты какие вы заполнили логотип и так далее и теперь давайте выведем данного производителя к нам в товары переходим магазин продукты переходим в какой-нибудь товар детали и вот здесь вот производитель мы теперь можем выбрать производителя мы создали всего один поэтому здесь в списке он один apple кликаем здесь и сохранить идем на сайт обновляем страницу и у нас здесь видно что отображается данная иконочка данного производителя кликаем сюда нас перебрасывает на страницу производителя здесь контакты все написано здесь у нас нет только социальных кнопок и звездочек это мы с вами будем проходить дальше так как это отдельные плагины мы их позже рассмотрим давайте найдем настроечки производителя потому что здесь можно организовать по-другому если мы кликнем в демо у нас это все дело находится в правой части так смотрится симпатичный нежели у нас потому что здесь получается большая пустая белая область мы выходим из товара переходим настроечки переходим вкладка производитель макет страницы производителя быстро понятно мы уже выставили здесь та же самая история с заголовками смотрите если мы здесь посмотрим у вас выше не будет никаких заголовков h1 вот этот а заголовок у нас сейчас как раз таки h2 то есть это для поисковой оптимизации опять же вот здесь видно h2 далее мы создадим страницу непосредственно магазине то есть здесь можно вывести еще и отдельную страницу как например у меня вот здесь в демо видите вот главное производители и здесь идет список производителей то есть это уже мы просмотрим позже когда будем рассматривать компонент джумал касса именно ссылки то есть какие можно там создать поэтому здесь делаем h1 но помните да заголовок h1 только один раз на странице дата создания дата модификации начала публикации эти данные вы уже знаете и уже сами для себя решаете нужно вам их отображать или нет нажимаем сохранить вот эти вот видите да да ты обновляем они у нас исчезают нам они здесь не нужны логотип производителя конечно показать высота логотипа 250 в принципе оставляем блок контактов видите вниз у нас стоит мы с вами делаем вправо сохранить обновляем и у нас здесь переносится вправо теперь у нас уже похоже как в демо заходим вот то же самое позже звездочки конечно же это все мы организуем также выбор контактов отсюда можно удалить либо ссылку либо мл либо то и другое то есть прямо отсюда можно удалить или же можно выбрать смотрите у нас просто больше ничего нет вот так вот удаляем и потом обратно можем назначить описание показатели нет соответственно вот это описание навигация принципе оставляем список производителей вот так же здесь мы не выставили bootstrap список это вот этот вот список это когда мы будем создавать уже страницу отдельно производителей bootstrap конечно же показать имя производителей показать имя как ссылка до логотип производителей показать логотип как ссылка можно поставить описание тоже показать ограничение описание количество производителей здесь уже надо смотреть насколько большое вас описание производители если оно очень большое, здесь можно поставить ограничение, чтобы наше описание делилось. То есть вот так оно выглядит, здесь будет происходить деление описания и уже внутри, когда заходим в производители, описание будет полностью отображаться. Что касается количества производителей, то у нас будет отображаться 20 производителей и потом будет постраничная навигация. Здесь также вы уже смотрите уже под себя, сколько вам на странице выводить производителей. Смотрите, в данном примере у меня выведено только два, Samsung и Apple. Вот и все настроечки производителей, нажимаем сохранить, производители мы с вами создали. Теперь вы знаете, как это делается. На этом здесь все и увидимся в следующем уроке.